всем доброго времени суток спасибо что зашли ко мне в гости и сегодня у меня будет обзор растений а если быть точнее как я поливаю свои растения расскажу вам своем видео потому что как я поняла это многим интересно у меня на кухне сейчас обзор я свой произвожу и здесь у нас находятся два окна два восточных окна на которых стоят мои растения так немного уже здесь декорации к рождеству у меня совсем много я здесь ничего наставлять не буду потому что и так как говорится не провернуться так сразу хочу немножко отступиться от темы и сказать помните кто смотрел мое видео насчет черенкование укоренения аспарагуса так я вам скажу как и говорил что это полнейшая ерунда друзья вот так его размножить мое мнение это невозможно вот это чисто мое мнение кто так размножил давайте пишите свои комментарии мне будет интересно почему же у вас это случается вот в моем случае уже не первый раз я это делаю вот такая вот фигня происходит хотя все остальные растения свои я укоревняю без проблем вот такой часть будет все желтеть потом осыпется я его в итоге выкину держу до последнего насчет полива вернемся друзья я всегда говорю что нужно обращать внимание на а температуру в помещении чем ниже температура в помещении тем реже мы производим полив растения чем выше температура помещения то есть весна и лето жара когда за окном тем чаще мы производим полив своего растения Также обращаем внимание на влажность воздуха. Чем выше влажность воздуха, то тоже мы производим реже, полив растения. И, соответственно, чем ниже влажность воздуха, то тоже нужно поливать будет вам почаще. Также нужно обращать свое внимание, в каком горшке, в каком кашпо растет ваше любимое растение. Если растение у вас растет вот в таком маленьком горшочке, поливать его придется чаще. Например, зимой один раз в неделю хотя бы нужно будет поливать. Если у вас растение растет вот в таком большом кашпо или в глубоком, видите, да, разницу? Видно, я думаю, вам. То полив нужно производить реже. Например, вот свои фиалочки, вот эти я поливала уже, наверное, 2-3 недели назад. И вот я вам показываю, я проверяю. Я дотрагиваюсь, смотрите, земля сырая, еще сырая земля. Конечно же, там у меня дренажное отверстие. И вот сюда все не нужно, если у меня и было бы, оно все стекло. Обязательно нужно проверять грунт. Об этом я тоже говорю во всех своих видео. Обязательно нужно палец опускать в землю. Желательно на 1-2 сантиметра. То есть, одна фаланга, вот, пальца должна чувствовать, что земля сухая. Если земля мокрая или же влажная, то поливать растения, друзья, не нужно, потому что вы его зальете просто-напросто. Также нужно обращать свое внимание на листву растений. Если это суккуленты, понятное дело, поливать их нужно очень редко. Зимой, так это вообще, ну, раз, иногда бывает исключение, раз в 7 дней, в 10 дней, в 2 недели, в 3 недели, раз в месяц, да. Все нужно смотреть. Проверили, проверили грунт. Подождите, друзья, минуточку. Проверили грунт. И только после этого нужно будет осуществлять полив. Если земля влажная, не нужно поливать. Вы загубите свое растение, друзья. И, знаете, вот такое правило себе просто заведите. Знаете, друзья, существует у цветоводов такое правило, чем толще лист, тем реже полив. И это не касается только суккулентов. Вот, например, смотрите, разница. Кротон, да, вы видите, у него листовая пластина какая. Это означает, что его поливать можно, ну, раз в неделю, раз в 10 дней, тем более зимой. Вот, суккуленты также. А вот этот, сравните, бальзамин, у него листовая пластина уже не такая, как у кротона, да? Вот здесь такие кожистые листья, здесь они уже тряпочки. А если вы посмотрите на фикус, на фикус пумеля, помула, господи боже мой, это фикус с таким замороченным названием, что я постоянно его забываю. У него вообще бумажная листовая пластина. И такая же у бугенвиллии, например, да? Их нужно поливать чаще. Но тоже нужно всегда смотреть, чтобы земля, земля, скажем так, просохла на 1-2 см. Если земля влажная, то даже вот такие тонюсенькие бумажные листочки, растения с такими листочками, поливать не нужно, друзья. Потому что оно у вас просто загниет. Корневая у него загниет. Так. Начинает сушить лист. Но еще красиво, очень красиво цветет бегония у меня, смотрите. Поэтому вот на эти все-все-все факторы нужно обращать внимание. Суккуленты вот плотные, видите, крестовник фикусовидный. Он прям толстый такой. Его вообще полили зимой и на 2-3 недели забыли про него. И ничего ему не будет. Бегония у меня ампельная уже отцветает. А то может кто-нибудь подумает, что она сохнет. Она не сохнет, она отцветает. Постепенно я листики вот эти все срываю. И она уйдет у меня на период покоя. Я просто всю ее срежу, прям вот так под корень. И отправлю в кладовку. И там она будет до весны стоять без полива. Поливать я ее не буду. Начну я поливать ее где-то в мае месяце. Так, вот так вот, друзья. Вот такое видео сегодня у меня на обзор. Надеюсь, что оно было для вас полезным, интересным. Всем удачи и пока. А нет, не пока, подождите, я вам еще покажу. А буду я, наверное, сегодня-завтра сажать свою драцена Сандора. Два месяца, наверное, она стоит у меня вот так. Знаете, в течение месяца вообще результат ноль был. Я раньше всегда, когда сажала свою драцену Сандора, укореняла, просто сносила ей макушку, да, и сразу в грунт. И она прекрасно приживалась. Поставила в воду. И вот месяц без ничего. А сейчас смотрите уже, какие корешки хорошие. Вот нужно будет ее тоже уже сажать мне. Поэтому буду ее сажать. Ну вот сейчас вот как-то так, друзья. Всех с наступающими праздниками. Желаю всем всего хорошего. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok